Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Иван Владимирович Дымнич, заместитель генерального директора Комплексного центра восстановительной медицины и реабилитации. Здравствуйте, Иван Владимирович! Здравствуйте! Очень рады видеть Вас в нашей студии. Интересно с Вами познакомиться и узнать сегодня больше о Вашем центре. Расскажите, какие направления в плане реабилитации у Вас есть? Одни из основных направлений, по которым работает наш центр, это реабилитация по кардиологии, кардиореабилитация, реабилитация по терапии, по неврологическому направлению и травматологии, ортопедии. Ну, как бы, это основные направления именно по реабилитации. Помимо них есть также еще специализированная помощь, то есть это по терапии, кардиологии и неврологии. То есть это не относящиеся непосредственно к реабилитации. Центр восстановительной медицины и реабилитации, как могут попасть к Вам пациенты и работаете ли Вы по системе ОМС? Да, работаем достаточно давно. То есть изначально центр создавался, и основной акцент работы строился на работе в системе обязательного медицинского страхования, то есть оказания гражданам медицинской помощи по полюсу обязательного медицинского страхования без какой-либо платы. Бесплатно, другими словами, да? То есть попасть к нам можно, имея соответствующие показания, направление от врача, паспорт, полис и определенный перечень анализов. Ну, это в основной своей массе госпитальный комплекс. Но все-таки Вы напрямую работаете с лечебными учреждениями округа, которые смотрят по нозологии под того или иного пациента и отправляют к Вам, маршрутизируют пациента. Или все-таки пациент может самостоятельно обратиться, например, к своему терапевту и сказать, вот у нас есть такой центр восстановительной медицинной реабилитации, мне бы хотелось туда попасть, можно ли получить направление? Вот как это работает? Это работает как в рамках маршрутизации, то есть когда непосредственно само лечебное учреждение, то есть это может быть как бюджетное, так и частное лечебное учреждение, работающее в системе обязательного медицинского страхования, может дать направление пациенту для прохождения реабилитации, например, да? Так и сам пациент может выбрать лечебное учреждение, в котором хотел бы проходить реабилитацию. Но в этом случае, опять-таки, тоже необходимо направление. То есть работаем мы не только с лечебными учреждениями округа, мы также достаточно активно работаем и с другими субъектами. То есть, в принципе, любой гражданин на Российской Федерации может получить лечение как у нас, так и в любом другом лечебном учреждении, который работает в системе обязательного медицинского страхования. Если говорить о географии пациентов, то из каких субъектов приезжают к вам для прохождения лечения? Ну, в основном... Из каких регионов, городов? Пациенты были и фактически из всех субъектов нашей страны, но основной пациентопоток, то есть основной объем пациентов, то есть это непосредственно жители Одинцовского и Русского районов. То есть в несколько меньшей степени это жители вообще Московской области, и достаточно большой сегмент это субъекты Российской Федерации, там в том числе и Москва, и другие субъекты. Если говорить об оснащении, насколько хорошо оснащен центр, каким оборудованием вы располагаете, специалистами, хотелось бы узнать вот более подробно. Неврологи, травматологи, терапевты, кардиологи, то есть спектр специалистов достаточно широкий, то есть достаточно много специалистов, да, в том числе и реабилитологи. Ну, достаточно современным оборудованием, то есть это и роботизированное оборудование, и оборудование с биологической обратной связью, которое, в принципе, помогает достигать достаточно хороших результатов, касаемо восстановления, как, ну, например, после инсультов, после перенесенных травм, после операций. Есть также понимание предоперационной реабилитации, то есть которая позволяет восстановиться после оперативного вмешательства быстрее. Ну, и, соответственно, реабилитация, в принципе, необходима, так как, скажем так, лично, на мой взгляд, после успешной операции курс восстановительного лечения, также важен и необходим, он позволяет быстрее человеку встать на ноги. Иван Владимирович, пациенты проходят в вашем центре лечения по ОМС, вот в этом случае будет ли им нужно приобретать за дополнительные средства лекарства для прохождения лечения? Нет. В рамках курса лечения ведущий врач, лечащий врач, назначает курс лечения, расписывает также медикаментозное лечение, которое пациент получает бесплатно. То есть в некоторой степени 90-е годы были достаточно трудными для нашей страны, не исключая, что в то время встречались такие перегибы. То есть, скажем так, в нашем центре это исключено. Лечение проходит только в рамках дневного стационара? Нет, не только. Основной, последние вот несколько лет наши центры делают основной упор, конечно же, на лечение в стационарозамещающих вариантах лечения пациентов. Но также у нас есть и стационарное отделение, где в рамках круглосуточного стационара также может получить пациент лечение. На сколько койко оно рассчитано? Если мне не изменяет память, где-то порядка на данный момент 200 койко-мест. Сколько всего филиалов центра открыто в округе? В Одинцовском? Которые занимаются непосредственно работой в системе обязательного медицинского страхования, два. Если берем еще соседний округ, это русское городское поселение, это еще один центр, который как раз-таки имеет стационарное отделение. То есть, также жители Одинцовского района получают лечение в том числе и там. Как часто пациент может проходить курс реабилитации в вашем центре? Лимитировано ли это? Это не лимитировано. Лимитируется, это, я бы сказал, не совсем, наверное, может быть даже корректное название. Лимитировано или лимитировано. То есть, курс лечения описывается и кратность лечения, необходимость там последующего повторения курса лечения описывается непосредственно лечащим врачом. То есть, в соответствии с его рекомендациями, назначениями, то есть, пациент может получить и провести повторный курс лечения. У нас в этом никаких проблем нет. Главное, чтобы, условно, были соответствующие показания. Ну, во-первых, не во вред здоровью, и именно поэтому направление в центр выдается лечащим врачом. Само собой, конечно. Направляет. Сам пациент не назначает себе лечение. Это неправильно. То есть, само лечение, конечно, присутствует. В ряде моментов у пациентов. Но это не самая лучшая форма лечения. Самая лучшая форма лечения – это, соответственно, полноценная диагностика и назначение на основании данной диагностики лечащего врача. Иван Владимирович, есть ли возрастные ограничения для пациентов, которые могут проходить курсы реабилитации, или, возможно, противопоказания? Возрастных ограничений нет. То есть, например, основной объем, например, пациента потока у нас складывается в большей степени как раз-таки из возрастных пациентов. То есть, это предпенсионный, пенсионный возраст. Почему? Потому что, к сожалению, с возрастом у нас болячек становится не меньше, больше. Противопоказания, конечно же, есть, но они учитываются при назначении курса лечения. То есть, если та или иная процедура противопоказана пациенту, она, естественно, не будет назначена. Иван Владимирович, давайте еще раз напомним нашим телезрителям, по каким основным направлениям сегодня работает Центр восстановительной медицины и реабилитации. Реабилитация по терапии, кардиореабилитация, нейрореабилитация, это неврологические направления, и опорно-двигательный аппарат, травматология, ортопедия. Спасибо большое за интересную беседу. Что бы Вы пожелали в завершении нашей программы? Не заниматься самолечением, беречь свое здоровье. Ну и, скажем так, пользоваться все-таки теми гарантиями, которые дает нам наше государство в виде обязательного медицинского страхования этого полиса и возможности получать бесплатно качественную медицинскую помощь. Спасибо Вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Продолжение следует...